Используя данные рисунка, найдите отрезок AD, если CD равно A, угол BAC равен гамма, угол DBA равен бета. Для начала перерисуем рисунок, запишем условие. CD равно A, угол BAC равен гамма, угол DBA равен бета. Найти AD. AD неизвестно. Напишем теорему синусов. Соотношения сторон треугольника на синус, противлежащий ему угла, равны между собой. То есть, сторона A так относится к синусу, противлежащий для нее угла, на синус угла альфа, как сторона B, деленная на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла бета. Все это равняется стороне C, деленной на синус, противлежащий для нее угла, на синус угла гамма. И все это равняется двум радиусам описанной окружности вокруг этого треугольника. Теорему синусов необходимо знать. Рассмотрим угол BDC. Угол BDC это внешний угол для треугольника ABD. Внешний угол треугольника равен сумме двух несмежных с ним. То есть угол DAB плюс угол ABD. Подставим сюда наши данные. Тогда угол BDC будет равен угол DAB равен гамма плюс угол ABD. Это β. Теперь рассмотрим треугольник BDC. И напишем косинус угла D. Косинус прямоугольного треугольника это соотношение прилежащего катета на гипотенузу. Тогда у нас получается, что косинус угла BDC будет равен соотношению CD, прилежащий катет, на гипотенузу BD. Мы находим это соотношение, чтобы найти сторону BD в треугольнике ABD. Выразим отсюда BD. Тогда сторона BD будет равняться CD, деленная на косинус угла BDC. Вот ставим сюда наши данные. Получается CD по условию равняется A, деленная на косинус угла BDC. Угол BDC это сумма гамма плюс бета, или бета плюс гамма. Теперь рассмотрим треугольник ABD и напишем теорему синусов. Сторона BD так относится на синус, противлежащий для него угла, на синус угла A, как сторона AD, деленная на синус, противлежащий для нее угла. Это синус угла B. Выразим отсюда AD. Тогда сторона AD будет равняться BD, умноженная на синус угла B. Знаменатель синус угла A. Подставим сюда наши данные. Тогда AD будет равняться BD мы ранее нашли. Это A, знаменатель косинус суммы, бета плюс гамма. Все это умножаем на синус угла B. Угол B это бета. Знаменатель синус угла A. Угол A это гамма. Переобразуем чуть-чуть. Получается A, умноженное на синус бета, знаменатель синус гамма, умноженное на косинус суммы, бета плюс гамма. Запишем ответ. Сторона AD равна числитель A, умноженное на синус угла бета, знаменатель синус гамма, умноженное на косинус суммы, бета плюс гамма. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Задача решена.